эти дорогие друзья мои уважаемые зрители радость их приветствовать на нашем с вами канале на канале педу гнала и все о жизни венеции не нравится просто здесь столики и кресла и картины я решила начать наш обзор сегодняшний пара три понти где он находится сейчас вам рассказываю где он находится этот хорошо как ветерок продувает вот 5 рома откуда начинается венеция просто мы пешим ходом сегодня идем с людьми так что с людьми а с какими людьми расскажу попозже это мои друзья с испании расскажу о них попозже смотрим на пока нам принесут наш заказ то я расскажу что это танюшка моя она не становится и снимаю уже на работа когда-то у меня в магазине продавцом такой преданный у меня есть натали есть танюшка такие преданные мои девочки которым я всегда доверяла и я знала что никогда никто не не подведет и даже и даже ночью и танюха ездила со мной получать товара на метр 53 маленькая моложе меня на лет 15 танюха сейчас скажу насколько на 14 ну да вот ну она вышла замуж испанию один раз такой случай торговом центре танюха работает я стою на коридоре она строговой цен так внутри бар по кругу да и подходит ко мне мужчина вот этот лысый подходит и говорит можно вашего продавца пригласить на кофе я захожу а таня была свободна как раз это время я зову захожу это не хаврю и пожалуйста я поработаю сходи выпей кофе к этим мужчиной она что с этим лысым не пойду аврину пошла быстренько его отправила и так по сей день они в испании живут олег уже на то время купил квартиру в испании четыре комнаты такая у них такие домики что внутри бассейны у нас что-то нет откуда летали венеция тут в этом регионе где я живу может где-то есть они живут возле мало где-то курортная зона но у них как-то так вот и собрал дониту к себе на полгода учила испанский язык мы никому не признавались в торговом центре что она изучает люблю есть сначала устройство потом скажем где-то с этой стороны я специально подошла с этой стороны канала чтобы показать вот так вот арки столики ресторан специально обошла через мостик выстрелите на мосту 1871 года и строили его австрийцы этот мост как одинокая чайка но это не чайка баклан вредные чайки это вредные чайки а вот это уже мосты приватные вот каждый себе делает свою квартиру только он может заходить понятное дело то что пойдет чужую квартиру какие грады еще ставят смотрите чей-то дом это вот если так вот сделано серое такое да это муфа внутри грибок ну да тут понимаете сразу же стена получается и наверное мало солнца попадает на эту сторону и вот результат такой смотрите вот улица да посмотрите как кошечка отдыхает на такой партикуляры магазин него целый ниво цаи такая вещь и на эту гости и осмотрит глазки открытая наш понимаешь что мы ее снимаем где какая пузяка какая грузитка интересная такие треугольнички вот продолжение этого бутика всегда эта женщина делает что-то интересное и он такой большой дырничок сейчас закрыты наверное до 4 часов я не знаю даже а нет есть внутри можно было бы зайти кстати белая короткая стрижка у нее интересно тут у нас бесстыжить такой сел все свое хозяйство выложил на показ картины классные вот сейчас зайду и мы и пошли вперед антиклариат вот это что-то мне понравилось посмотри как какой-то сеньор лодка подплывает и будет куда-то надела 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 кто знает какое дело да это продолжение этого бутика сеньора все с катами так бутики что закрыта здесь тело эту картину спросить еще один бутичок антиклариатный уже закрыт мы присели в этом баре испания не знает что такое трамезине так что съели тут трамезе не понравилось и выпили сприт склонны с алиграция да тоже не незнакомы не знали что такое сприт во всем мире говорят а пироль но если правильно то это сприт скон а пироль с опиролем просека и опироль просека компари просека и селлит вот вам сприт понимаете в основном соберут опироль он самый сладенький а мне если я ничего не пила кока-колу пила zero но мне самый нормальный с этих трех это компари под компари 24 года живет в испании человек впервые приехал в венецию и италию оказывается все у нас здесь по другому говорят что венецианской итальянский испанский очень похожие языки но в принципе они разговаривают итальянцами в бар мы заходим они разговаривают спокойно понимают друг друга я конечно такой знаток что я не надо прислушиваться они как-то припой какой рябенький нам так хорошо сегодня гулять немного людей я вожу такими улицами где немного людей но у нас еще будут экскурсии по центральной части венеции конечно просто сегодня у нас было только только полдня за полдня мы решили вот так вот пробежаться а потом будем покупать конечно же проездные билеты чтобы поездить по всем островам еще раз вам показываю цены 90 до 7 вечера 110 после 7 до 4 утра гондола стоит 30 минут